Друзья, всем привет! Как у вас дела? Я надеюсь, что у вас все хорошо. Итак, сегодняшний ролик будет посвящен камням-кровопийцам. Меня часто спрашивают, где лучше всего их формить. Сегодня я для вас провел некие тесты, и мы посмотрим все-таки, где лучше всего формить. Давайте для начала поговорим о том, где же надо применять эти камни. Ну, первое и второе, это то, что надо ими прокачивать алтари. Вот у меня алтарь снаряжения всего лишь 70 уровень из 80, а максимальный 112, если я не ошибаюсь, или даже 120. И алтарь героев всего лишь 30 уровень. Я его еще не качал, потому что собираю осколки ненужных мне героев, которые у меня уже прокачаны на 7 звезду, и после буду прокачивать. Обязательно я вам буду это все показывать на видео. Вы будете следить за этим и понимать, сколько вам надо камней-кровопийц для того, чтобы прокачать, например, с 30 до 40 уровня алтарь. Второй момент. Вы все наверняка знаете, что лучшее, где можно формить, и единственное, наверное, где можно формить камни-кровопийц, это главы героического режима. Начиная с седьмой главы героического режима, вам будет падать камни-кровопийц. Да, иногда их будет мало падать, ну и, соответственно, чем дальше вы будете проходить по главам, тем больше будет падать этих камней. Ребят, перед тем, как приступить к самому разбору и посмотрим, где же лучше всего падает камни-кровопийц, я хотел бы вас попросить обязательно подписываться на канал, ставить лайк этому видосу. Это очень помогает продвижение видео и продвижение канала. Сегодня мы будем разбирать с вами такие главы, как 23-я, там где 50 этажей, 24-я глава, там где главы волны, ну вы наверняка знаете, что у вас появляются волны, вы должны будете убить всех мобов. И возьмем еще одну главу, это глава под номером 28. Эта глава состоит только из одних боссов, и там всего лишь 10 этажей. Я брал такие главы, как 23-я, 24-я и 28-я, вы, соответственно, можете брать и меньше главы. Например, это будет пусть 14-я глава, 16-я и, например, ну пусть будет даже там какая-то глава, там где будет 50 этажей. Это на самом деле не имеет никакого значения. Единственное, что будет иметь значение, это то, что камни-кровопийцы с более высоких глав падают немножко больше, чем обычно падают вот с моих глав. Все, смотрите по своему уровню и по уровню того, насколько вы можете проходить ту или иную главу. Для меня эти три главы были довольно-таки легкие, я их постоянно формлю, в зависимости от того, какие мне, например, яйца надо выбивать, или же, например, какие там шмотки и так далее. Но сегодня речь пойдет исключительно только о камнях-кровопийц, и давайте переходить к первой табличке и посмотрим. 23-я глава, 50 этажей, я каждую главу проформир, можно так сказать, 20 раз, и на ваших экранах появляется табличка. Вы видите, что 20 игр я провел, и мне, в принципе, практически с каждой главы падали какие-то камни-кровопийцы. Были такие случаи там, где и 6 падало, это максимальное, которое можно было выбить, а также были и главы там, где ни одного камня и не падало. Но суммарный результат у нас показывает 64 камня за 20 игр. В принципе, результатом я был достаточно доволен, потому что мне камни, ну, нужны, кровопийцы. Вот, и для теста, в принципе, тоже было неплохо. 64 камня за 20 игр. Это, конечно, не так много, как хотелось, но окей, в целом я был доволен. Ну, и давайте переходить уже к следующей главе, в главе под номером 24, и посмотрим, насколько там крутые результаты у меня появились. Эта глава проходилась мне, ну, можно так сказать, немножко проще, потому что волны всегда проходятся проще, меньше времени занимает это, чем, например, 23 глава. Это тоже очень важно, потому что если у вас много времени уходит на прохождение главы, это не сильно хорошо. Вы теряете это время, ну, в то время, когда вы могли что-то формить. Итак, ребят, смотрите, что здесь по факту получалось. Здесь максимальное количество камней, которым вам может упасть, 7 штук, и достаточно часто именно мне падало по 7 штук. Суммарный результат, который получился, это 101 камень кровопийцы за 20 игр. Вы сами можете, в принципе, посчитать, это в среднем чуть-чуть больше 5 за каждое прохождение главы. И вот этим результатом я был очень сильно удивлен. Проходилась глава намного быстрее, чем с 50 этажами, и по факту принесло практически там, ну, на сколько, на 30, да, на 40% больше камней кровопийц, чем в 23 главе. И я уже начал понимать, что действительно 24 глава или главы с волнами намного лучше фармить, чем главы просто по этажам. Ну, и теперь давайте переходить уже к последней главе. Это глава под номером 28. Это глава исключительно с одними боссами. Проходится она достаточно быстро, как по мне. Возможно, 14 вам тоже поддается быстро. Итак, ребят, результат. Здесь тоже максимальное количество камней, которое могло выпасть, это 7. И так же, как и в 24-й, падало довольно-таки большое количество. И суммарный результат, ребят, получился 110 камней кровопийц. Это даже больше, чем в 24-й. Ну, вот на ваших экранах табличка, которая показывает вам, с какой главы сколько камней кровопийц у меня получалось фармить. Если брать по времени, например, между 24-й и 28-й, скажу, что приоритетнее все-таки глава 28-я. Потому что там проходить это все намного быстрее. И, соответственно, и камней больше упало. 110 штук. Результат, конечно, космический. Это получается даже по 5,5 камня кровопийца за одно прохождение главы. Ну, вот такие вот результаты у меня получилось добиться по итогам 20 прохождений каждой главы. И можно делать, в принципе, некие выводы, что глава 28-я, то бишь глава именно исключительно с одними боссами, будет намного приоритетней для прохождения фарма камней кровопийц. Вы можете просто опускаться немножко меньше по главам, брать какие-то главы, которые вы можете пройти. Тоже можете провести, ребят, на самом деле это тест. И написать мне в комментариях, получился ли у вас такой же результат или нет. Те ребята, которые играют уже довольно давно и очень с хорошей прокачкой, с атакой, например, от 35 до 40 тысяч, может смело переходить 28-ю главу и постоянно фармить. Еще раз вам хочу сказать, что времени достаточно мало уходит на фарм 28-й главы. Камней кровопийц очень много падает. Это вам даст возможность прокачать свои алтари, как алтарь героя, так и алтарь снаряжения на более высокие уровни. Потому что эти алтари дают колоссальный буст вашему аккаунту. Так что, ребят, пользуйтесь такой табличкой. Я надеюсь очень сильно, что ролик для вас был крайне полезен. Теперь вы точно знаете, где лучше всего фармить камни кровопийц и сможете много очень фармить. Еще раз по традиции прошу вас подписаться на канал, если ролик вам понравился. Если вообще нравится контент, который я снимаю, обязательно поставить этому ролику большой и жирный палец вверх. Ну и не забывайте, подписка на канал это самое крутое, что может быть. Я уже не напоминаю о других каких-то моментах. Ну что же, ребят, на сегодня, в принципе, все. Я надеюсь, что действительно у вас все хорошо. И увидимся уже совсем скоро. Наверное, это будет стрим. До скорых встреч и пока-пока.